Экономика страны страдает, вместе с ней страдают люди, растет дефицит бюджета, правительство во имя исполнения установок президента о построении социального государства в условиях снижения собираемости налогов и роста государственных расходов, которые в основном идут на социальные нужды и на поддержание инфраструктуры, обслуживание госдолга, запускает руку в национальный фонд, при этом размеры изъятий увеличиваются. Вот, например, экономист Айдархан Кусаинов, цитату которого мы привели на нашем телеграм-канале, подсчитал размеры изъятий в недавнем прошлом и показал, какими будут суммы трансфертов в скором будущем. Вот цитата. В Казахстане сплошь внешние проблемы. Геополитический конфликт, разрушение логистических цепочек, наводнения, преодоление которых требует фантастических трансфертов. Еще раз для тех, кто забыл, в 2021 год 4,5 триллиона, в 2022 год 4,6 триллиона, в 2023 год 5,3 триллиона, в 2024 год 6,5 триллиона в тенге с учетом внешнего привлечения на 1,5 млрд. долларов. В 2025 год 8 триллионов. Мой прогноз. И благодаря этому правительство успешно справляется с трудностями. Вот и у нас тоже вопросы к кабинету Олжаса Бектенова. А на что вы бы были способны в условиях, если бы у нас не было нацфонда? Может вы найдете в себе смелость выйти к обществу с объяснениями? Вы же тащите деньги, которые вроде как принадлежат всем гражданам страны. Плюс курс доллара на днях устроил бешеную пляску, добавив волнение к и так тревожным настроениям в обществе. Мы прекрасно понимаем, что если поумерить аппетиты, то это первым делом ощутят на себе социально уязвимые слои населения, а не чиновничество. Качество жизни упадет заметно для простых людей, а не для чиновников. Но так как вы видите вообще порядок и дисциплину среди своих подчиненных, начните пересматривать налоговый режим для предприятий нефтегазового и горнорудного сектора в сторону повышения. Отменить существующие льготы. Вы способны на это? И так далее. В минувшую неделю Казахстан столкнулся с резким ослаблением своей валюты. За доллар давали почти 496 тенге. Многих жителей это обескуражило и некоторые уже были готовы скупать зеленого американца в банках и в обменниках. Кстати, кто-то именно так и поступал. С чем был связан такой скачок стоимости американской валюты? Можем ли мы ожидать подобного в ближайшее время? За разъяснениями и прогнозом ситуации мы обратились к казахстанскому финансовому аналитику Арману Бисимбаеву. До этого было большое давление на курс. Как сам Национальный банк объясняет, давление было в том числе со стороны банков второго уровня. Опять же, банки второго уровня спрос на доллар создают не просто так, а по имеющимся там условно заявкам. То есть, чем больше спрос со стороны населения, бизнеса, которые приходят в эти банки и закупают доллары, соответственно, запасы долларов должны пополняться в банках. Банк, соответственно, проводит вот эти конверсионные операции на бирже. Он, соответственно, выходит на биржу с заявками на покупку долларов. Отсюда и спрос. То есть, возникает у тебя вот эта вот цепочка спроса, на другом конце которого стоит Национальный банк, который должен удовлетворять этот вот спрос. В общем-то, это дестабилизировало в какой-то момент рынок. Возник вот этот вот балансовый перекос в сторону спроса на доллар, что привело к тому, что он, собственно говоря, начал довольно бурно расти. И вот как раз на прошлой неделе, когда доллар подошел к отметке 496, есть он, по-моему, почти дали 496. Национальный банк начал предпринимать меры. Он, собственно говоря, отменил покупки валюты для пополнения активов ЕНПФ, то есть для пополнения пенсионных активов в портфеле. Он это дело резко остановил. Собственно говоря, с другой стороны, он как бы вышел с некими заявлениями, где начал успокаивать рынок. Это, в общем-то, на биржевом языке называется словесными интервенциями. Когда стало понятно, что деньги начинают разгоняться, вернее, доллар начинает разгоняться и там еще день, два, три, и мы, скорее всего, получим 500, а то и больше, это могло бы дестабилизировать рынок, вызвать какие-то панические покупки долларов, когда население вдруг резко обратило бы на это внимание. Начались бы набеги на банки, набеги на обменники, когда население начало бы панические скупки долларов и так далее. То есть, это как бы такая спираль возникала. И для того, чтобы это дело успокоить, что сделал банк? Насбанк, в первую очередь, вышел на рынок и начал проводить так называемые словесные интервенции. Они подействовали. Вместе с ним он сделал первый серьезный шаг. Он приостановил покупку долларов для пополнения валютных активов ЕНПР. Этого оказалось достаточно для того, чтобы начались такие же ажиотажные продажи долларов, которые, в общем-то, привели в конечном итоге к резкому вот этому укреплению, когда практически все ослабление тенге до этого, оно было отыграно назад. Сейчас мы видим, что произошло. Сейчас произошел некий возврат к среднему значению, скажем так. Он находится на уровнях плюс-минус 480-485. Вот сейчас мы видим курс примерно на вот этих вот отметках. То есть, мы увидели скачок и последующий откат. Это все, что на самом деле произошло по большому счету. Доллар растет так или иначе, он будет расти. Это неизбежная вещь. Тенге обесценивался, обесценивается и будет обесцениваться. Вопрос только в том, каким темпом это будет происходить. Могут ли казахстанцы рассчитывать на снижение цен на самые необходимые товары потребления? Что творится с инфляцией в Казахстане? Замедление инфляции не означает снижение цены. Это разные вещи. Снижение цены – это дефляционный процесс. Мы в данном случае говорим о снижении темпов роста цен. Они теперь растут не так быстро, как росли до этого. Особенно это было очевидно в 22-м году и большую часть 23-го года. Да, продуктовая инфляция была очень высокая. Особенно в 22-м году на фоне того шока, который испытала наша экономика, был достаточно серьезный скачок. Особенно по потребительским, именно в потребительском сегменте. Где-то полгода этот шок длился. Со временем, со временем, там и Россия начала открываться. Потихонечку они встали на рельсы. Ну и, собственно говоря, более или менее все исправилось. И мы видим, что от пика многие цены нормализовались. То есть, они не остались на том уровне, на котором они были, условно, в середине 22-го года. На фоне вот этого пикового, шокового спроса. Многие цены вернулись обратно. То есть, сколько сахар стоил, например, условно, летом 22-го года и сколько он сейчас стоит. Он отыграл большую часть вот этого шокового роста цен. Это не значит, что цены вернулись на изначальный свой уровень. Но большую часть того шока, шокового роста, сахар отыграл обратно. С гречкой то же самое произошло. Причем по гречке, по-моему, цены не только вернулись на изначальный уровень, а даже, по-моему, пониже стали. Но это не значит, что цены будут продолжать падать. Нет. Потому что, в целом, средний инфляционный процесс в любом случае продолжается. У нас он исторически, этот инфляционный рост цен в данном случае, он примерно составляет 7-8% в год. По потребительским товарам, ну, там, наверное, все-таки побольше. Потому что у нас все равно сохраняется вот эта вот инфляционная составляющая по потребительским товарам. Почему? Потому что, опять же, да, ну, мы люди и кушать хотим всегда, это раз. Во-вторых, в структуре доходов населения потребительские товары у нас в силу, опять же, особенностей нашей экономики, особенностей доходов населения, особенностей уровня жизни, большая часть доходов наше население перераспределяет в пользу еды. И поэтому там всегда сохраняется устойчивый инфляционный процесс. Он никуда не уходит, потому что люди, может быть, там себе одежду не купят, например, но еду будут покупать всегда. На минуточку, 19-й год, это было примерно соотношение где-то 40 на 35, насколько я, если не ошибаюсь. То есть примерно 40% населения, где-то там 35-40% своих доходов тратили только на еду. С тех пор ситуация стала сильно хуже. Сейчас уже 60% населения, 55% своих доходов тратят только на еду. И продолжает это дело. И это дело усугубляется дальше. Казахстан – социальное государство. На выплату пособий, заработных плат, бесплатную медицину и среднее школьное образование, а также защиту и поддержку социально уязвимых слоев граждан тратится больше половины бюджетных средств. Бюджет страны никак нельзя назвать развивающим наше государство. Отсюда и соответствующий уровень экономики в стране. Что и как необходимо менять в сложившейся ситуации. Деньги пошли в образование. Впервые за очень долгую историю Казахстана расходы на образование, по-моему, вышли в первую тройку. Образование, медицина и социальные программы. Вот она первая тройка. Никогда образование медицины в Казахстане за всю свою 30-летнюю, больше 30-летней историю, никогда на образование столько не тратилось, сколько тратится сейчас. И это на самом деле внушает некоторый такой очень осторожный оптимизм, что все-таки, наверное, не все потеряно. Надежда есть, да. Наконец-то поняли, что в центре любой экономической системы, наконец-то поняли, что стоит человек. Что на самом деле степень деградации дошла до такого уровня, что еще немножко, и мы окажемся в той точке, когда государственная система просто-напросто окажется неспособной поддерживать даже ту систему образования, которая у нас есть. Вот в чем проблема. Ну хорошо, пытаются переломить тренд. Получится или нет? Не знаю. Не знаю. Но туда пошли триллионы. Спасибо большое, Арман. На этом мы завершаем наш выпуск. Надеемся, вам понравилось. И вы оцените труд наших авторов лайком. И обязательно поделитесь этим выпуском со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь, комментируйте. Всего доброго. Аман Саоболмстар. Саоболмстар.